Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копей. И сегодня у нас в студии на удаленной связи через Facebook российский музыкант, солист группы «Моральный кодекс» и заслуженный артист России Сергей Мазаев. Сергей Владимирович, здравствуйте. И мы пока напомним телефоны прямого эфира нашей студии 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Вы также можете присоединяться к нашему разговору и задавать вопросы нашему гостю. Сергей Владимирович, в 2015 году моральный кодекс отметил юбилей 25 лет. И вы в интервью говорили, вот я вас процитирую, сколько лет прошло, а мы по-прежнему вместе и сейчас наши отношения даже лучше, чем раньше. Вместе нас все эти годы держат то ощущение, которое возникает только когда мы играем. Вот, что это за такое солидарное ощущение, которое у вас возникает во время игры в группе? Ну, это ощущение успеха, прежде всего, потому что мы именно в коллективном, вот в этом составе настолько сыгрались и добились такого звучания потрясающего, которое нам не удается создать нигде в другом месте. Вот, успех материальный, конечно, имеет значение. Наша группа до сих пор работает. Но ведь изначально музыкальную группу назвали «Бриллиантовая рука», потом вы изменили название на «Моральный кодекс». Вот почему решили, что это название будет более подходящее и более богозвучное? Да, ты павел секунду там что-то, мудрил, да. Павел наш. Ну, вам показалось, что оно будет более подходящее, да, к группе? Ну, вы знаете, Дарья, что я... Даже не знаю, чем мы тогда думали. Нам тогда было 29-30 лет, мы были еще молодые, горячие. Мы, на самом деле, не хотели этой спекуляции на «Бриллиантовой руке». Вот, как-то от нее отказались. Веселуха. А «Моральный кодекс» все-таки обязывает к чему-то. Ну, вот, и наш «Моральный кодекс» — это звучать, играть всегда. Мы выступаем в «Фотограмму», только если какое-то массовое телевизионное шоу в студии. Вот так мы вообще в концерты никогда не играем в «Фотограмму». Вот вы сказали о том, что материальный успех, он тоже имеет значение. Вот если посмотреть на высказывания разных рок-музыкантов, они часто говорят о том, что это как раз не имеет значения. Может быть, они лукавят, но, тем не менее, такая достаточно распространенная формулировка из уст представителей рок-движения. Вот, на ваш взгляд, все-таки вот где эта грань между материальным и... Если, скажем так, нет ли страха стать заложником вот этого материального успеха и отказаться от дворчества в пользу каких-то вот таких... Почему? Естественно, мы отчасти все заложники материальных своих достижений в любом направлении работы, понимаете. Да лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Это понятно. Но просто все зависит от успеха, от успешности, от востребованности товара, то есть нашего товара, музыки, то есть песен. Насколько они востребованы публикой, настолько и материальный успех, собственно. Все равно, вот видите, есть и всегда были рядом с нами коллективы, которые стоили в несколько раз дороже нас, просто. Силу своей популярности как раз именно успеха на рынке шоу-бизнеса. Я напомню, что сегодня у нас... Нормально абсолютно. Нам бы хотелось быть более богатыми, конечно, потому что вот мы живем в арендованных дачах, хотелось бы иметь свои там и прочее. Много разных моментов. Я напомню, сегодня у нас на удаленной связи через Фейсбук российский музыкант, солист группы «Моральный кодекс» и заслуженный артист России Сергей Мазаев. Сергей Владимирович, вот о 90-х вы не раз говорили, что это было такое счастливое и страшное время. И впервые тогда вы увидели огнестрельное оружие в руках своих товарищей, как вы сами рассказывали. Вот группа «Моральный кодекс», она была создана как раз в это опасное время. Вот насколько те события, которые происходили в СССР, те настроения в народе, может быть? Вот как они влияли на творческое развитие группы? Ну как, вы можете услышать это все в песнях. В Москве наступает полночь, темные реки, высокие горы. Хорошие новости, этот «Миллениум» альбом наш. Там тексты как раз отражают тот момент, который был. Мы старались быть, ну, старались свой взгляд, свое видение ситуации как-то передать себе мимолично. Вот в стихах, в музыке, в настроении. Зеркало скажет правду, твои три слова троянские икони и так далее. У нас там все это отражено. Просто, наверное, не все наши песни. Дело в том, что пик нашей популярности, такой настоящий, он пришелся на до-фм-вещательное время, так скажем так. Потому что мы начали с 90-го года выдавать свои клипы и песни. А «ФМ-вещание» в России появилось только в 95-м, по-моему, году. И, соответственно, мы стартанули мощно в ушах людей с ночным капризом. Потом позже появилась песня, через несколько лет появилась песня «Первый снег». Все как-то вот, знаете, все вот, ну, в общем, такие мягкие песни, эстрадные достаточно, все форматные, которые можно крутить на любой радиостанции. А вот наше непосредственно такое, как бы, лицо, оно, естественно, осталось за кадром. Его знают только люди, которые посещали клубы, рок-клубы, ночные клубы всякие, вот, 90-х годов. Потому что мы, как правило, открывали эти клубы, там, ну, сейчас эти «Манхэттен», «Пилот» первые. В Питере «Кандимен», «Доминикос», там, еще какие-то. Ну, в общем, везде. И в Латвии тоже, я помню, какой-то бизнесмен «Икусов» нас приглашал в 90-м, а что в 91-м году тоже какой-то клуб открывать «Ригу». Мы очень, так сказать, такая, ну, на земле как бы работали всегда. Вот, а большие эфиры, ну, что большие эфиры? Большие эфиры – это гастроли. А мы уже люди такие были искушенные, гастролями добрались. То есть, музыканты, которые поработали, и, грубо говоря, Стаса Намина, и «Касмаха», и «Взрослая песня». Вот, то есть, поездили по стране, и нам хотелось, скажем, стилистического, музыкального успеха, а не просто, скажем, каких-то денежных гастролей. Денежные гастроли – это надо просто, ну, идти к композиторам, которые именно народный нерв, народное горе чувствуют, там, типа, Дробыш, Матвиенко. Они… Судья Игорь Игоревич Матвиенко, он очень серьезно образован, в этом смысле, он хоровик и знает очень круто вот нашу эту песенную всю культуру. Поэтому у него получается, разные музыканты поют разные песни у него же. Я тоже пел его песни когда-то. А мы пошли, видите, своей дорогой такой, между, где-то, между «Зизитопом», «Эксэкс» и «Вероним Стоунсом». Как-то мы там с Брайаном Ферри, с Лёгким. То есть, такой замес, в общем, достаточно, ну, не для нашей земли. Так у нас эта музыка, как-то люди так внимательно не особо въедаются в эти гармонические цепочки. И мы, как в артоквинтовый круг, как-то ближе везде. Ну, и в Италии, и в Англии, и везде. Просто они прошли чуть раньше. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы тоже можете подключаться и задавать свои вопросы нашему гостю. Так используйте эту возможность. Вот насколько, на ваш взгляд, события, которые происходят в политике, должны касаться артистов? Вот многие артисты после выступления, например, в Крыму, да, вот попадают в так называемые «черные списки» в Украине. Вот вам также запретили въезд в Украину после выступления. Ну, это неприятно, конечно, узнавать все, что какие-то посторонние люди, непонятно, даже мы их вообще не знаем, они что-то за нас решают. Я этого не понимаю. Ну, что делать? У них власть, у них силы в руках. У них аппарат насилие монополизированное у них в руках, и у нас нет средств им противостоять никак. Мы можем просто запомнить это и передать потомкам в своих песнях и прочее. Потому что любая конструкция, которая, ну, как бы, слишком полагается, ну, в долгосрочном планировании люди слишком полагаются на апокалипсис. Он все не заступает, а они оказываются у разбитого корыта каждый раз, понимаете? То есть, долгосрочное планирование – это сложная наука экономическая. Да, но музыку мешают с политикой, да? И вот как? Я не знаю, никто никому не мешает. Есть музыканты, которые очень близко в политику пошли, есть музыканты, которые вообще не понимают, что происходит. В частности, мы, вот, например, так. Мы не то, что не понимаем, что происходит, ну, до конца, конечно, никто не понимает, но мы, как вам сказать, мы просто своими впечатлениями, как на нас это отражается, мы пытаемся это немножко, ну, в настроении сохранить наших песен, чтобы как-то на две копейки домой позвонить. Если по этой фразе можно понять, когда была эта песня сделана, когда за две копейки можно было спуститься из своей квартиры, из чашечки взять двушечку, вот, тогда еще не было. Не то, что мобильный телефон, даже не у всех в квартирах стояли. Ну, вот, или мы будем покурим, посмотрим кино, потому что посмотреть кино в то время было очень привилегированным развлечением. Видео могли доходить очень малого качества людей. Конечно, собирались в компанию смотреть кино, всякие видеоролики и прочее. Это было заманухой. Вот в этом смысле художника, что он как бы отразил время, в котором живет. Ну, вот сейчас, сегодня много говорят о... Вот, помните, такая песня до Луханяна была, очень красивая, вот сейчас в нашей новой пластинке спела солистка оркестра моего, Ален Двобих называется «Ой, ты рожь». И там есть такие слова. «Обойти друг друга или колоски помнешь». Ну, если люди начнут понимать, что это значит фраза, они поймут, что за колоски людей сажали на 10 лет так при Сталине, понимаете. Все любят вспоминать, что как хорошо он был при Сталине. Вот, и в песнях это все отражается, понимаете. Вот, и умным людям понятно. А на ваш взгляд, вот вы как раз упомянули Сталина, это такая тема, которая широко обсуждается, в том числе и писателями, и историками. Я считаю, что этот человек, ну, как бы, эта личность, она должна обсуждаться в научных средах. Потому что это просто убийца, который, ну, не взирая ни на что, состояла цель у него мировая революция, он хотел мирового господства и, собственно, к нему шел. Просто ресурс, который предоставил России, еще царское, он у него был, но просто он его, к сожалению, не смог использовать. Гитлер его победил. По мировой революции, можно сказать. Потому что сам, конечно, никто его не готовился, и поэтому он не принимал парад. А на ваш взгляд, с чем связано вот такое? Слово-сочетание мировая революция просто вычеркнута, вымрана из истории. Мы не понимаем, что за конструкция разваливается вот до сих пор. Почему все так происходит, так, а не иначе. То есть институт частной собственности, и прочей. Как это все вообще работает везде в мире, и как это у нас происходит. То есть это тяжело понять не то, что простым людям, а даже людям, в ближайшее среднее, вот так сказать, такого интеллектуального слоя работников там, и прочие люди не понимают. А на взгляд, с чем связано вот такая, ну, можно, наверное, говорить, что наблюдать некоторые тенденции реинкарнации Сталина, попытки сделать его героем. Это просто от недоразвитости. Люди не понимают ничего, просто, к сожалению. Они смотрят на эти Сталининские высотки, и с ними не консоциируется какое-то могущество. Понимаете, там мы вместе, испанцы, узбеки, русские и евреи вместе летели в космос, там вместе победили в войне. Это уже, начиная с 63-го или 64-го года, не помню точно, когда сделали 9 мая красным днем календаря. Я сам служил в Советской Армии и участвовал в парадах на Красной площади. Парады были 7-го декабря, 7-го ноября всегда. Это был главный день у нас в стране, главный захват власти, так сказать, в стране, в строительстве социализма с последующим, там, можно почитать, от Ротского и Ленина, что там последующая была. строительство ВЧК КГБ, института ворового строительства, военная система по заимствованию его англичан, ну и так далее. Вот поэтому рассуждать о Сталине я, собственно, не люблю и не хочу. Я так неплохо просверлил эту историю, вообще его начало, и вообще все на самом деле. Начало войны, перед начинами, чтобы было. И у меня свое мнение складывается, такая картина, она никому не понятна, очень мало кто занимается с этим вопросом объективно. В основном, все на мифах живут. Да, сейчас мы делаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, у нас новости и реклама, потом вернемся и продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами, буквально несколько минут. Пауза. День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Мы продолжаем, это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений Копе. Сергей Владимирович, вы говорили, что вы в политике за 91-го года. Что еще в политике? В 90-е, я имею в виду, что в 96-м вы поддерживали Ельцина. Я на политику не влияю никак. Да, потом в 96-м вы поддерживали Ельцина, потом познакомились с Путиным и стали его доверенным лицом. Вот почему решили стать доверенным лицом президента России? Ну, меня попросили. Приятно, когда ты кому-то нужен. Понимаете? Тогда же никто не знал, как все будет происходить. Ну, вот, по-моему, это и так, как происходит. Вот. Один раз дал слово, не могу его нарушить. Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, напомним, у нас на связи. Вы тоже можете нам звонить по телефону 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да. Ну, вот, в 91-м году, опять же, подведенный итог темы 90-х, музыканты «Морального кодекса» выступили с песней «До свидания, мама» в честь победы над августовским путчем. Вот, тем самым, вы что-то выражали или же это просто было выступление в поддержку? Да, нет. Там много песен, просто в эфир попал только кусочек «До свидания, мама». Вот и все. Ну, что, конечно, когда российский флаг поднялся на здание парламента, когда приняли гимн Михаила Ивановича Глинки «Патриотическую песню», «Ани Волон» это, что Александров списал у подавших Манюшка. И, конечно, тогда озон сплошной был, тогда его удушевление было серьезное. Ну, мы до конца тоже ведь не понимаем глобальных экономических процессов и вообще, насколько там все, как там у них все это разруливается, какие рычаги. Мы этого еще не знаем, поэтому что обсуждать и рассуждать. Мы интуитивно были за новое, за свежее. Вот. Путь у меня с новым и свежим, собственно, потому что представил нам как раз в штабе правых сил, когда мы победили в 1999 году на выборах, вот, представил их Анатолий Борисович Байс, он тогда исполнял обязанности, по-моему, премьер-министра. Вот. Такой абсолютно молодой, подвижный, оказался демократически настроенный человек. Но если вы почитаете программу «Партия Единой России», там вполне себе демократическая программа, понимаете. Но у нас, как всегда, декларируется одно, а по сути делается в другом. Страна театр. И с этим ничего поделать нельзя. Ну вот, а как вы считаете, с чем связано сейчас в обществе ностальгия по 90-м? Такой тренд, может быть, даже. Да я не чувствую, что так, ностальгия. Вспоминаю, сейчас в августе этот путь, были какие-то посты на эту тему в фейсбуке. Вот. Но я не думаю, что то, что вспоминаю. Это, наверное, моложе были на 20 лет с лишним. Все-таки это почти 30 лет прошло с тех пор. Вот. И, естественно, люди всегда вспоминают свою молодость. то есть, дедушка, когда тебе лучше жилось, при Сталине или сейчас? Дедушка говорит, ну, при Сталине. А почему, дедушка, потому что при Сталине у меня хрен стоял. Вот. Понимаете, извините за скабрезность, но вот, собственно, в нем зато есть собственный смысл всех, кто вспоминает стариков. А молодежь просто видит символику красивую, такую, отлаженную. У нас же тоже в мои школьные годы очень популярно всегда было, особенно после фильма «17 мгновений весны» очень популярно была естественная фашистская флома. Вот. Разрабатывали хорошие дизайнеры, взяли самые лучшие символы, какие в мире были, и присвоили их вот себе. А сейчас мы, собственно, стороним этих мировых символов, потому что их использовали нацисты. Но это тоже такое, знаете, потакание нацистам, в общем, я считаю. Ну вот, если говорить сегодня о рок-музыке, о рок-культуре, есть мнение, опять же, оно активно тиражируется, что сейчас рок-культура, по крайней мере, в России находится в таком состоянии стагнации, сейчас на смену рок-культура. Ну я бы не сказал. Вот как вы, да, это видите? Да нет, это все, по-моему, люди просто, кто что видит, вот о том и говорит, понимаете. Я вижу очень много молодых и очень талантливых ребят, очень много групп рок-н-роллиных. Просто их нет в таком как бы государственном эфире, они в основном распространяются по сетям, но очень много хорошо играющих, понимающих в кино людей у нас. Потому что возможности стать не те, как были у нас. Когда мы в детстве друг в другую пластинку меня переписывали, а здесь все сейчас в доступе, понимаете, любая информация. И ее поток, конечно, людей очень растеивает в плане внимания. Им тело очень созередоточится на чем-то одном, потому что много кайфового в разных направлениях. И какой из них выбрать, никто не понимает. В этом, мне кажется, сложность. А вообще я вижу по сетям, что очень много молодых ребят везде по всему миру, и в частности у нас в России тоже очень хорошо стали играть, и в клубах играют, всяких обгрожат. вот. У нас нет бизнеса, у нас нет понятия тела авторского права, у нас механические права вылетают в воздух. То есть наши фонограммы, они как бы присваиваются вещателями, потому что не определено понятие юридическое тело авторского права, и кому-то, что принадлежит авторам, и что принадлежит исполнителям. Так как это сделано на Западе, то, что является основой экономической всего шоу-бизнеса. Ну вот мы эту идею двигаем, так сказать, вот, и, судя по всему, она действительно оптимальна, и очень много людей начинают понимать это, и я думаю, что скоро мы попробуем это все ввести в норму в жизнь нашу, и все изменится. Ну вот вы ведь с музыкой связаны с детства, да, вы на кларнете играли перед Брежневым в составе детского оркестра, но это не было вашим первым выступлением. Извините, связь. Да, Сергей Владимирович, с музыкой у вас... Простите, связь что-то произошло, я не... Слышите? Слышите нас? То, что еще раз. Да, говорите. Да, вы с музыкой с детства связаны, вот, на кларнете играли перед Брежневым в составе детского оркестра, это было ваше не первое выступление, а первое выступление у вас было в 4 года, и вы тогда очень испугались на сцене, и такая неловкая история произошла у вас. Простите, посмотрите, вопрос. У меня улетел в эфир Романа и Фазерка были. Я пытаюсь найти максимальную точку в Wi-Fi. Алло. Да, Сергей Владимирович, помните ли вы свое первое выступление в 4 года, когда вы говорили испугались на сцене, и так неловко было? Это из детского сада все, конечно, да, я описывался на сцене в глазах изумленной публики, да, с тех пор, я думаю, что все решили, что я панк-рокер. Ну, а вот в 13-м году вы вместе с Тимати и Элваном исполнили песню GQ. Вот это было, просто был проект, за который вам было интересно взяться, или было желание писать популярному молодежу? Нет, нет, меня пригласил, меня пригласил Тимати как раз именно вокальную часть исполнить там, потому что он с нами поет, и он решил пригласить меня. И, собственно, я проучаствовал в этой записи сначала, а потом и в клипе. И в итоге это единственное произведение, которое получило миллион 700 просмотров за один месяц, собственно, в котором я участвовал. Мои ролики такого количества, конечно, не собирают лайков там, и прочее. А как вы относитесь? Интересно, люди, интеллигенты попросили проучаствовать себя с удовольствием, проучаствовал. Как вы относитесь, когда рок-музыканты, в частности, вот известная история, когда Юрий Шевчук написал песню «Фонограммщик», которая была посвящена Вадиму Казаченко, там, потом, там, они заменяли голоса, там, и Филипп Киркоров присутствовал. Вообще, вот это вот предсостояние субкультуры, там, рок-музыки и популярной музыки. Ну, дело в том, что, да, с точки зрения нашей, с точки зрения рокеров, конечно, вот это вот кривляние под собственную фонограмму, это какой-то абсурд, то есть называется прослушивание фонограммы в присутствии артиста. То есть музыкант это человек, который именно в момент музыцирования живет, когда он создает эту музыку, колебаниями звуковые, именно на глазах у изумленной публики. Под фонограмму, но работают обычные танцевальные коллективы, которые не играют, не поют. И, ну, собственно, вот люди, для которых не музыка является главным, не музыцирование, а именно извлечение прибыли. Это все рыночные отношения, так сказать. Вы в одном из интервью достаточно... Вы в одном из интервью достаточно жестко прошлись и по рок-музыканту, в частности, по Андрею Макаревичу, сказав, что это, в общем-то, художественное... не то чтобы жестко, я говорю о том, что все-таки эти люди, которые придумали нашу работу, они были пионерами рок-н-ролла. Ну, я сам музыкант, который учился всегда у педагогов. У меня сейчас есть педагог по кларнету, по итальянскому языку, по физкультуре. Я боготворил учителей, самые главные люди вообще в любой стране. Вот. И мне всегда очень жаль, что мало уделяют внимание своему собственному мастерству люди. То есть, например, тот же самый Андрей Макаревич никогда не брал локо в пение. Хотя тембр у него очень узнаваемый, ему просто надо было это может быть ошибочное мое личное отношение. Но мне кажется, что надо более бережно к своему мастерству относиться. Если ты с гитарой начал зарабатывать деньги, значит, надо заниматься на гитаре и играть на ней, конечно, хорошо. В конце концов. Как вам Кристина Арбакайте та же. Она пела еле-еле сначала, первый год. А сейчас она полноценная певица, потому что она занималась, у нее раскрылся голос, она поет. Понимаете? Да, и у нас есть звонок, Сергей Владимирович, у нас есть звонок, слушатель на линии. Это не значит, что все должны. Так у нас только что было, он сорвался. Мы еще напомним, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Вадим, Анна, Виктор, уважаемый Сергей, очень рады вам в эфире. Боральному кодексу аплодисменты однозначно. А вопрос такой, поскольку вы очень неплохо разбираетесь в политике России, как вы полагаете? Именно потому, что государственная машина не трогает вообще ни Венедиктову и его команду, ни Синдееву и ее команду, ни всех этих Анатолиев и Борисов-Чубайцев. У них на выборах, у либералов на круг по одному проценту, не так ли? Очень мудрая политика кабинета. Спасибо. Какой у вас вопрос? Спасибо, не знаю, что я не знаю, что сказать, политиналу, но телеканалов, радиостанций и прочее, я вам скажу, что есть такая константная позиция, как бы константная. Так, у нас возникли проблемы со связью, мы попросим нашего звукорежиссера сейчас перезапустить и перезвонить нашему спикеру, действительно, вот, спасибо ему большое, что он нашел возможность выйти в эфир. Мы сейчас напомним телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9 это телефоны прямого эфира в нашей студии, вы также можете нам звонить и задавать свои вопросы, напомним, что на вопросы в программе «Абонент доступен» отвечает лидер российской группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира также свои вопросы вы можете писать на моей страничке «Вадим Родионов», «Латинцы Родионов» через А в Фейсбуке, там я разместил соответствующий анонс и там вы можете оставлять свои комментарии. Мы пока пытаемся наладить связь, потому что возникли небольшие помехи, прямой эфир, интервью удаленное, поэтому вот мы сейчас пытаемся все это устранить и у нас звукорежиссер занимается этим вопросом. Но вот пока, к сожалению, связи у нас нет. Да, но подключайтесь к нам и задавайте свои вопросы. Сергей Мазаев сегодня у нас в студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Ну, в первой части мы говорили в том числе и о политике, о музыке. Вот эти вещи, как нам кажется, переплетены между собой. Вот Сергей Мазаев очень откровенно, как мне кажется, отвечает на эти вопросы, поэтому вы также можете подключаться и принимать участие в нашем разговоре. И сейчас, вот как я уже говорил, у нас возникла проблема со связью, но воспользуемся этим моментом для того, чтобы, в общем-то, поагитировать вас, задавать вопросы и писать свои комментарии, которые мы постараемся озвучить, когда связь будет налажена. Напомню, что эта программа «Абонент доступен» и сейчас у нас Сергей Мазаев снова на прямой связи. Сдула связь наша ветром. Сергей Владимирович, вот сейчас часто можно встретить новость о том, что Мазаев сейчас играет классику без кодекса. Сейчас вы играете на кларните, у вас даже есть свой оркестр, кажется, да? И вот эта любовь к классике, она вот когда появилась? Нет, оркестры странные, там я больше играю, ну, на кларнице тоже на саксофоне играю, на флейте. Нет, оркестры для воплощения просто музыки не мешать, это все в море кодекса. Вот, оркестры у меня фриланс такой, то есть мы собираемся перед концертом, перед записями постоянно действующего оркестры дорого просто. Ах, классика без кодекса, это мой проект с Игорь Шодоровым, с моим педагогом по кларнете, мы играем с ним двойные концерты на кларнете с разными филомоническими оркестрами, ну и в конце играем по очереди разные пьесы по кларнитовой в формате в таком, знаете, большая эстрада в Голливуде, там, Энгель Берсамплин, Муслим Магомаев наш, такие вот с оркестрами песни всякие, и в общем, получаем ибо. Ну вот я смотрела видео, где академический симфонический оркестр вместе с вами исполнил песню «Первый снег», вашу знаменитую. Вот чья это была идея так объединить? Была еще для оркестра, ощущение попадает почему-то. Да, мы вас слышим, Сергей Владимирович. Очень хорошо. А вы у меня немножко приводите. Я слышу после вас. Ну вот интересно, как встречает публика такой микс, когда академический симфонический оркестр объединяется с вами, вот вы исполнили песню «Первый снег», вот очень, по-моему, был очень... Ну это нормальный практик, диперт, качественный вес. Мы же музыканты, как социальные как бы деятели. Рукин-ролл, социальные позиции, как это у нас немножко музыкальный. Поскольку мы не знали языков нам никогда и слегка из прошлых музык, и рок-музык за всю жизнь. Вот, когда узнаешь, и поют, было немножко разочарование, потому что слишком простые темы какие-то поднимают. Звучало это, как будто это все революционность какая-то. Направдало наше подвижение. А как вы вообще относитесь к каверам, когда ваши песни перепевают? Может быть, известные люди или неизвестные выкладывают в сеть? Кавер вообще это такое понятие, которое когда вы предыдущего исполнителя и ваш тираж направляет предыдущего исполнения на эти старые старые исполнения. А просто пики. У нас не понятие пока. А вообще так и должно быть. Из-за того, что у нас нет понятия классовского права. Ну что ж, видимо, у нас сегодня связь уже в конце эфира решила все-таки внести свои коррективы. Но время наша программа подходит к концу как раз. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли с нами на прямую связь. Лидер российской группы Моральный кодекс Сергей Мазаев был с нами на прямой связи. Ветер и нестабильный интернет носили свои коррективы. Но, как нам кажется, все-таки разговор получился. Спасибо вам большое. Спасибо, что вышли в наш эфир. Его провели Анна Смирнова, Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений Копень. И в завершение мы поставим песню «До свидания, мамы». Редактор субтитров А. Корректор А.